Привет. Сейчас я запущу демонстрацию моего экранчика. Должно было запуститься, да? Дайте знать, если загрузилось как-нибудь в чатик или куда-то. Сейчас пока черное. Видно, все, супер. Есть, супер. Так, ну поехали, значит. Сегодня поговорим про построение успешных API. Меня Игорь немножко представил. Я сейчас являюсь соучредителем своей компании. Когда-то сдал экзамен на МССД по Windows 10 на C-Sharp. Очень интересный опыт был. Кто не знает, там нужно сдать три экзамена Microsoft, которые типа по сложности каждый все больше. Например, по Windows 8 было так. Был первый экзамен по C-Sharp, просто чистый по C-Sharp. Дальше потом по Windows 8 разработке какие-то базовые принципы. И третий экзамен уже там advanced в такой уровне. Вот. Ну вообще, просто вот книжку почитать по подготовке к этому экзамену. Мне уже было полезно. Там очень прикольные такие вот, чисто по C-Sharp даже там, разные такие фичи, которые уже вот типа ты имеешь некоторый опыт и тебе там рассказывают как бы, как какие-то вещи, которые ты можешь уже применить в связи с этим. Также я еще преподаю компьютерной академии ШАХ. Ну и занимаюсь функциональным программированием на C-Sharp. АПИ некоторое время назад загорелся и очень мне это нравится. Так, ну поехали. Значит, итак, о чем поговорим? Значит, сначала начнем с того, что такое АПИ, чтобы мы все были на одной волне. Вот. Рассмотрим, какие АПИ являются успешными в использовании и как такие АПИ построить у нас с помощью Детнета. Итак, что же такое АПИ? Это у нас вот интерфейс программирования приложений. Если посмотреть на это более прикладным способом, это у нас некоторые структуры и типы данных, это у нас операции и это сценарии использования этих операций. Какие же АПИ являются успешными? Во-первых, это такие, которые легкие в употреблении. Вот. Я думаю, вы, наверное, такие аббревиатуры не видели, как TTF-SC и TTF-HDW. Как написать? Если кто-то вдруг видел. Да, и расшифруют. Кто-то нет. Ну ладно, значит, не буду таить интригу. Значит, это Time to First Successful Call и Time to First Hello World. В принципе, можно такую применять интересную метрику для оценки. Дальше это у нас АПИ, которые понятно, как их нужно использовать. То есть, есть какое-то описание или интерактивная документация. И если мы это АПИ как-то используем не так, то оно нам не горит, а ошибка. А как бы, ну, не позволяет сделать ничего от того, что мы не можем сделать и объясняет, что не так. Дальше, если мы уже выпустили наше приложение какое-нибудь, которое используют наши АПИ, допустим, это очень актуально к мобильным приложениям, которые мы выпускаем в магазин, и они там живут, и пользователи ими пользуются, вот, и вдруг нам надо что-то поменять, если мы что-то изменили, у нас же все, наши приложения, которые используют эту версию, все слетят. Вот, и наши пользователи будут не сильно довольны. Поэтому надо как-то предусмотреть, чтобы мы могли сделать, чтобы вот при обновлении АПИ наши клиенты все равно продолжали работать и ничего не ломалось. Ну, и последнее. Хотелось бы, чтобы можно было удобно как-то заиспользовать эти АПИ. Не просто там ревероясь документацией, пытаясь писать самому код, а применяя более какие-то автоматизированные техники. Итак, как мы можем узнать, какие АПИ есть у некоторого сервиса? Ну, во-первых, если у нас есть доступ к исходникам, конечно, можем посмотреть исходники. Как бы вариант интересный, но такой себе. У нас могут быть метаданные, вот как у нас тут на эти. Есть сборка, мы ее открываем Экфлектором, там, ну, или Илдасмом, или чем-нибудь. Смотрим метаданные, можем посмотреть, что там, как бы, в принципе, неплохо. Вот, но не для веба. Мы можем читать документацию. Как бы тоже вариант ничего, вот, но долго. Ну, и есть такая штука, как IDL, о которой мы чуть дальше поговорим. Значит, ну, наверное, вы видели когда-то вот похожую документацию для Рестапи. В принципе, пользоваться можно, но так, чтобы позволяло легко скартануть и вот эти метрики, которые я вам показывал раньше, были наиболее максимальными в плане скорости, то, наверное, нет. Вот, поэтому это не наш способ. Есть такая штука, как интерфейс definition language. Кто-то сталкивался с таким? Если сталкивался, напишите в чатик. Я тоже до недавнего времени не сталкивался, ну, то есть, точнее, я не знал, что это называется интерфейс definition language. Значит, были вначале вот такие вот IDL-и. Кто-то, может, встречался с той же, например, корбой. Ну, во всяком случае, я в универе встречался. Скорее всего, вы пользовались WDL-и, если у вас был опыт с веб-сервисами. Вот, и это, оказывается, IDL тоже. Возможно, с чем-то другим. Ну, и сейчас у нас более популярным является свагер, потому что, в общем, многие его используют. Я дальше покажу, почему это так удобно и практично. Также есть такая штука, как protocol buffers и apache thrift, которые применяются больше для каких-то RPC. При этом те же rotobuff, например, уже можно применять в последнем, как он там называется, сигналаре, который на смиткоре сделан. Вот там уже можно заиспользовать protocol buffers. Итак, свагер. Он также называется openAPI. Было некоторое переименование, и вот такое название тоже фигурирует. Что же такое свагер? Свагер это в одно и то же время и методология, и технология. То есть нам дают и способ того, как сделать этот IDL и использовать его, и также технические средства для того, чтобы его создавать, использовать, модифицировать, изучать и так далее. Свагер у нас состоит из JSON. То есть у нас есть JSON, который описывает метаданные, у нас есть JSON, который определяет структуру нашего API, есть JSON-схема, чтобы мы могли в нашей любимой Visual Studio, например, взять, подразить эту схему и не написать ничего лишнего. У нас она является машиночитаемой, что очень практично, и не зависит от конкретного языка программирования. Например, если говорить о типах данных, то есть там собраны типы данных, которые общие для большинства языков программирования, и не ограничены чисто JavaScript, который у нас довольно ограничен. Как же мы можем эту спецификацию редактировать? У нас есть некоторые редакторы, ну, естественно, у свагера есть свой родной свагер-эдитор, на который мы немножко посмотрим. Есть API Studio, такая контора. Вот есть у нас RESTLETE Studio, есть еще другие. То есть многие это поддерживают, работать с этим можно довольно удобно. Какие у нас есть подходы к разработке, используя свагер? Первый – это у нас, когда мы пишем изначально спецификацию. То есть если у нас, например, сервиса нет, мы стартуем с нуля, мы можем, в принципе, позволить себе написать сразу спецификацию, потом можем сгенерировать из нее заглушки на том языке программирования, на котором мы будем делать, реализовывать это API, и дальше реализовать его. Если же у нас уже есть некоторая реализация, которая была реализована ранее, то это тоже не проблема, потому что мы можем просто вставить на месте некоторые пояснения, из которых наша библиотечка сгенерирует нам готовую спецификацию. Так что покрыты оба сценария. Ну и чтобы заиспользовать этот свагер в .NET, есть библиотечка SWACL, называется. Она использует API Explorer, это встроенная штука в .NET, которая строит, в общем-то, маршруты, которые у нас зарегистрированы в нашем API, и из нее можно получить всю информацию потом под тем эндпоинтом, который у нас есть. Ну и что классно, что в принципе она использует все, что из .NET, ничего своего не добавляет. Ну там буквально для старого .NET есть какой-то один атрибут, потому что там не предусмотрено было что-то. Но в принципе ничего лишнего она не добавляет от себя. И как это использовать? То есть у нас есть для Core, библиотечка, основной .NET Core, уже зарелизенная версия 1.0. Для Classic они еще ее не зарелизили, но там в принципе все ок. Тоже можно шестой версией пользоваться. Как это работает? Значит, вот если у нас был какой-то метод, например, и у него возвращает 200, значит у него не обозначен результат, то естественно у нас возвращает 200. Вот поэтому по умолчанию все методы записывают как возвращающие 200. Если же мы явно опишем некоторые результаты, которые возвращаются, то наш сворбакл пройдется по ним и сгенерирует соответственно уже те ответы возможные, которые мы здесь описали. Если у нас есть XML-комментарии, то они тоже внедряются в документацию. Я вам покажу как, и соответственно мы можем прямо в коде иметь и XML-комментарии, которые нам помогают, и еще из них документацию сделать, что очень классно. А что у нас еще есть хорошее? Спецификацию можно версионировать. Можно написать некоторые фильтры, которые эту спецификацию модифицируют. Я это объясню чуть дальше. Можно объявить способы авторизации нашего API, чтобы наши клиенты понимали, как же туда авторизироваться и что вообще использовать можно. И есть возможность у нас построить интерфейс автоматический, который будет отображать этот наш API, список всех методов, и покажет, которым можно будет даже потестить этот API, вызвать какой-то метод. При этом даже можно авторизироваться, если у нас требуется авторизация. Ну и давайте посмотрим, как это работает. Я переключусь в Visual Studio. Хорошо видно или лучше сделать шрифт чуть побольше? Пишите в чатик. Если кому надо чуть побольше шрифт. Вроде бы видно все. Откроете. Итак, значит, вот наш веб-проект на Snapcore. Значит, что здесь есть? Вот у меня стандартный addMVC, useMVC. Ничего больше. Что мне нужно, чтобы добавить в служба? Я сейчас делаю undo. То есть мне нужно сделать три вещи. Первое, это вот свагер-джен добавить. То есть я подключаю генерацию свагера из моего API. Дальше в генерации я подключаю док. Вот док-версия 1 с некоторым описанием. Дальше я подключаю к смартфону, которые у меня записаны. То есть мне нужно отдать путь к файлику XML. Наши мои сборки, которые я генерирую, чтобы свагер оттуда вычитал эти XML комменты. Ну, в общем, это настройки здесь, как, например, в XML case все параметры перевести. Это в конфигурации сервисов. Дальше второй шаг, это вот этот нагенерированный свагер нам надо отдать куда-то. Для этого мы здесь включаем свагер-энд-поинт. Включаем свагер-энд-поинт и включаем свагер-энд-поинт. Вот этот UI, про который я говорил, чтобы он показал наш API, нашу документацию. И здесь мы указываем, какие энд-поинты я могу использовать. То есть вот, если мы здесь делали V1, да, то здесь я вот V1 и подключаю себе в качестве того документа, который он будет визуализировать. Если бы у меня тут было еще V2, я бы мог здесь еще V2 использовать. Ну и давайте запустим и посмотрим, как это работает. Вот у меня там были парочку контроллеров, которые он сейчас покажет. Если есть вопросы, можете пока там писать или включаться, задавать. Так, вот открылось. То есть вот мой один контроллер, вот мой второй контроллер. И здесь у меня показывают те API, которые у меня есть. Вот, например, я могу get сделать. И у меня вернется результат из этого контроллера какой-то. Могу сделать post. И получу тоже результат. Также, если я параметр, то есть у меня параметр сейчас должен вернуться в ответе. Вот он вернулся в ответе. Соответственно, могу вот так вот использовать. Также еще здесь могу переключать там тип того, что у меня передается туда. Вот в переключатель моей версии. Вот у меня пока одна версия, поэтому переключатель всего лишь в одной версии. Сюда вот он грузит этот документ. Поехали дальше. Это мы посмотрели, как сделать API, легкие в употреблении и понятно, как использовать. То есть у нас есть понятно, на какую точку заходить, чтобы найти инфу. И сразу же можно потестить, попробовать. А теперь давайте разберемся, как сделать, чтобы ничего не ломалось. Для этого посмотрим, что такое ломающие изменения. Ну, во-первых, это удаление или переименование чего-либо. О том, что у нас в наших инфоинтах. Это изменение в поведении. То есть какие-то... Та же реакция на эти параметры. Те результаты, которые мы возвращаем там и тому подобное. Это изменение в кодах ошибки. То есть если у нас начинает, что API отдавать другие ошибки, то наш клиент не подготовлен к этому. Может что-то отвалиться. Ну и есть такой еще принцип наименьшего удивления. То есть это когда непонятно назначение чего-то, то оно должно быть более ожидаемым. Для того, чтобы посмотреть на изменения, нам нужно рассмотреть некоторую вещь по SnapRouting. То есть у нас есть по сути два способа, правильно? Есть способ шаблонов, где мы отписываем шаблоны, и дальше он подбирает нам по ним, какой контроллер метод вызвать. И есть способ атрибутов. Если мы пишем API, то у нас преимущественный способ, это конечно же атрибуты, и атрибуты без вот этих вот заменителей, которые в этом примере, который я сейчас показываю. Иначе, если мы хоть что-нибудь переименуем, у нас уже возникнут ломающие изменения. Поэтому нужно обязательно жестко фиксировать наши маршруты, чтобы у нас ни в коем случае ничего случайно не изменилось, и не повлекло поломки. И что же нам делать, если мы все-таки хотим что-то изменить в нашем API? Для этого нам нужно версионирование. Какие же способы бывают в версионировании? То есть мы можем передавать некоторые параметры в строку запроса, то есть через вопросик. Мы можем в заголовках записывать требуемую версию, и мы можем прямо в пути указывать через слэш, например, V1 и поехали, как у меня было в примере. Я долго искал, как же это все организовать в Аспнете, потому что руками была неохота. И случайностью попал на вот эту библиотечку Аспнет Вершининг, которую разрабатывает один из сотрудников Майкрософта. Она у нас хостится на GitHub, по вот этому адресу на репозитории Майкрософт. Вот ее автор. Это его как сайт-проджект, то есть у него есть там какая-то основная команда, в которой он работает, а это он поддерживает в свободное время. Но уровень поддержки довольно хороший, то есть буквально там не позже, чем на следующий день он отвечает на Ишью. У него, если посмотреть, здесь всего лишь шесть Ишью открытых, и то из них там, наверное, большинство вопросов идут. Вот там бах, всего-то один. Поэтому библиотечка качественная. Что она нам позволяет? К тому же документация тоже очень хорошая. Итак, она позволяет сделать нам вот такие вот варианты. То есть мы можем передать строку запроса, мы можем использовать заголовки, при этом используются, можно использовать как, то есть API-бершенинг это от этой библиотечки заголовок, можно использовать майкрософтовский заголовок, можно Asset делать, можно какой-то свой придумать заголовок, если вам так хочется. Можно комбинировать способы 1 и 2, это не проблема. И также мы можем в сегмент пути вписать шаблон, по которому он будет выбирать версию. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть если вот у меня есть некоторые контроллеры, по контроллеру, и у них прописаны маршруты. У первого контроллера я API-вершенинг не ставил, потому что у него используется версия по умолчанию. То есть мы можем задать версию по умолчанию, по умолчанию это 1.0, поэтому я ее здесь не пишу. И он об этом знает. Ну и второму контроллеру, вот я прописал версию 2. И как вы видите в нижнем примере, если я использую в строке запроса вот этот параметр, который он будет распознавать, то он будет вызывать соответствующий контроллер. Дальше, второй способ, точнее это уже третий наш способ, это в URL-пути. Здесь я уже явно указал API-вершен, и смотрите, в маршруте я подставляю параметр. Параметр version и тип у него API-вершен. Вот указывая через двоеточие этот тип, я даю понять, что вот этот API-вершеннг должен его использовать и подставлять, когда к нему приходит некоторое значение. Обратите внимание на второй контроллер, у него указаны версии и вторая, и третья. Но на конкретном методе, как вы видите, происходит... На конкретном методе, как вы видите, происходит перенаправление на другую версию. То есть можно делать и так при необходимости, то есть не обязательно нам здесь контроллер переколбашивать. Если у нас там что-то одно изменилось, вот просто добавим еще метод и перенаправим. А когда у нас таких методов уже станет побольше, тогда можем перенести это все в другой контроллер. Также есть такая концепция, как независимость от версии. То есть если у нас какой-то... Например, наша авторизация, она не сильно зависит от версии, скорее всего, поэтому ей можно указать API-version-neutral. Что это значит? Это значит, что такому контроллеру подходят любые версии. Это не значит, что он без версии, это значит, что ему можно версию не передать, либо передать любую. И он должен работать. Давайте посмотрим, как это организовано. Вот мой стартап. Итак, значит, вот мой чистый стартап. Опять же, это MVC, это UserMVC. Ничего сверхъестественного. Теперь посмотрим, что у нас добавляется. Добавляется у нас две вещи. Во-первых, мы добавляем API-version в наши сервисы. И мы делаем Use API-version здесь, для того, чтобы это обрабатывалось. Теперь, если мы... У меня тут есть парочка контроллеров. Вот у меня есть CloudWorld контроллер, который принимает, видите, в пути параметр. Также у меня есть два Values контроллера, которые принимают их через строку Запороса. Вот сейчас я это запущу, продемонстрирую. Сразу скопирую двоечку. Двоечка я так могу сказать. Сейчас вот тут скопирую. Ага, вот как это здесь. Пойдем, понятно. Итак, значит, что у меня тут произошло? Я чуть-чуть увеличу. Значит, вот у меня передавалась единичка, и у меня вызвался первый контроллер. Если я здесь дам двоечку, должен вызваться, видите, второй контроллер. Если я, например, попробую сделать... Вот, у меня вызвался Hello World контроллер. И если я возьму двоечку... то он скажет, что такого контроллера нету, поэтому... и не ошибка. Вот, ну, соответственно, у меня такого контроллера там и нету. Дам двоечку. У меня были просто разные методы по одном и том же контроллере, который V1.0. В принципе, все. То есть, очень просто, очень удобно. Так, и теперь, значит, давайте еще посмотрим, значит, что будет, если мы заиспользуем вот swashbuckle наш с API-вершином. Опять же, у меня вот чистый стартап. Я здесь возьму, добавлю то, что там нужно. Значит, что здесь добавилось? Значит, добавилось вот API-вершин. Дальше добавилась генерация свайгера. При этом я подключаю доки, используя API-вершин-модел. Я написал такой вот модный свитч на седьмом C-шарпе, который у меня выбирает, вот если API нейтральных версий, то я его обращаю во все во все доки. Если он объявлен с нужной версией, тогда я его только включаю в этот док. Ничего такого. Дальше у меня я добавил два дока, которые жестко добавил здесь. И внизу добавил вот свайгер.ui два end-поинта, чтобы эти две версии были. Если это я пробую запустить, вот внутри старт. то он мне пропишет мои маршруты таким вот образом, но если я попытаюсь что-то вызвать, он мне скажет, что версия не поддерживается, ну потому что здесь, как видите, версии нет, не проставлено. Вот. Как же так сделать, чтобы она, вот эта версия сюда проставлялась автоматом? Вот. Для этого нам надо использовать Operation Filter и Document Filter. То есть это такие фильтры, которые будут один работать за каждой операцией, проходить какой-то модификации ее, и Document Filter для всего документа. Что нам нужно? Нам нужно, во-первых, удалить Version параметр из списка параметров. Вот этот Version, который идет у нас либо в маршруте, либо в заголовке, он является параметром для этой операции. Поэтому мы раз мы его уже сразу подставляем, то он нам в принципе не нужен. Поэтому я нахожу и удаляю. И второе, это нужно проставить эту версию в пути. Вот там вот в том маршруте, который попадает в Swagger, чтобы он уже был там прописан и использовался сразу. Для этого я беру здесь Replace у меня там Version 1 или Version 2, удаляю оттуда слово Version, продел, оставляю только цифру, и дальше беру метр на эту цифру. 14. И последнее вот этот свитч, который я показывал, то есть чтобы включить автоматом в нужный док, есть такая штука док inclusion предикат. То есть некоторые условия, которые для каждого операции вызываются, чтобы проверить попадает она в этот документ или не попадает. Ну и в итоге должно получиться вот так вот. То есть вот у меня один из примеров, где в первом сегменте пути идет цифра версия. Давайте посмотрим, как это сделать. для этого у меня есть вот эти два пара фильтра, который я вам показывал. И теперь в стартаре мне нужно просто заиспользовать эти фильтры. Вот они. Я подключаю документ в фильтре, я подключаю operation фильтр. и теперь у меня эта штука должна работать. Как видите, теперь у меня вот здесь проставился в моих операциях везде проставился и осталась версия. И теперь когда я ее вызываю, то у меня теперь все хорошо, потому что он получил эту версию маршрут. При этом если я переключу на док-2, то видите у меня уже тут другие значения. Вот этот который нейтральный к версии, ему все пофиг, поэтому он срабатывает. Единственное, что тут чуть было с версией подправиться. Так, ну и здесь вызовем, то есть вот у меня версия 2 попала на второй контроллер. Но согласитесь, как-то чуть много действий, чтобы просто сделать swashbuckle с версиумом. Поэтому в последней версии все стало еще чуть лучше и попроще. Значит, что здесь получается? Здесь мы получается подключаем не только Aspnet API Вернернер, но еще мы подключаем сейчас вам покажу. Вот наш гешпинг. Пока RC2 идет, нужно использовать именно потому, что там эффективно вставляем API Explorer. Что у нас получается? Вот мой чистый стартап. Теперь я покажу, что в него добавляется. Добавляется в него вот что. API Versioning, как и раньше. Дальше мы добавляем Swagger Gen. И здесь мы используем праведор, который берет и использует API Versioning Description. Что получается? Еще один момент, самый главный это вот это. Мы подключаем еще Versioned API Explorer. То есть вот этот Крис, он парень умный и подумал, что можно взять и подменить API Explorer стандартный, который ничего не знает о версиях, на свой собственный, который умеет эти версии считывать и еще предоставлять дополнительные метаданные. Соответственно, мы берем к заключению API Versioned API Explorer, который теперь работает вместо стандартного. Плюс здесь мы можем изменять формат, там документация описана, какие есть форматы, то есть у меня будет буковка V и потом еще Major, Minor и что-то еще. Значит дальше мы получаем из этих метаданных провайдер. У провайдера есть description. То есть вот этот наш API Explorer на старте собрал все версии и мы теперь о всех версиях имеем информацию. Вот мы теперь берем эту информацию и создаем видок. Очень практично. Единственное метод, который заполняет информацию, чтобы мы это инфу то есть ту же инфу создает каждой версии. Дальше мы подключаем некоторые фильтры, я это покажу чуть позже. что здесь, здесь опять же use API versions, как и в первом примере. Все то же самое, плюс когда мы в свайлер UI переходим, здесь тоже мы можем пройти по всем этим версиям и прописать endpoint исходя из этой версии. При этом я беру вот эту штуку и импортирую в configure этот провайдер прямо сюда. Дальше здесь его использую и по сути два for each и они нам решают все проблемы которые были до этого. Единственное что здесь добавилось это вот этот implicit API version параметр значит лучше показать что происходит кода много поэтому надо разберетесь сейчас покажу тут у нас вот V1 V2 V3 что он делает он этот параметр вот здесь не подменяет как параметр а прописывает его сюда и проставляет значение вот этого документа вот если у меня тут 1 то он сюда 1 пишет если я переключусь на 2 то он у меня сюда 2 пишет то есть чуть-чуть другой подход но тоже довольно удобный вариант особенно если например вы не в маршруте пишите а хотите использовать его как параметр заголовок например соответственно работает по сути так же только теперь гораздо проще продолжим дальше итак мы посмотрели на то как сделать с помощью свагера API которые легкие в употреблении и которые мы можем сразу понять как использовать и с помощью API мы еще довольно простым способом делаем так чтобы мы делали обновление безболезненно и не ломали наши клиенты теперь давайте посмотрим что же со всякими Getting Started и Samples что было прикольного в MBSDL кто помнит в нем было прикольно то что мы могли сразу сгенерировать клиент под ту платформу которую мы используем ну который уже предусматривал всю логику работы с этим мы брали вот так вот веб-референс нажимали правой кнопочкой добавить веб-референс у нас появлялось окошко мы туда вкидывали URL на WSDL и он его считывал и нам генерил после этого наш код все то же самое работает свагерам генераторы которые позволяют сгенерировать дело под разные платформы для большинства платформ это command line но мы же работаем в visual студии поэтому у нас есть у нас с этим все гораздо лучше давайте посмотрим что для этого я возьму запущу мой проект потому что мне нужен вот этот документ JSON опускается мой свагер дальше я беру вот этот URL на мой спай первой версии теперь мне нужен проект проект я сделал консольное приложение консольное приложение именно старое обычное астнет потому что в коре такой в контекстном меню такой функции нет то есть если вам надо будет для кора генерировать вы просто создадите обычный проект там генерируете потом переместите вот есть add rest api client если у вас тут нету значит надо просто другой тип проекта создать значит он вообще настроен на ажуровский api сервис но ему можно дать просто файлик поэтому если я ему дам сюда файлик вайгера он спрашивает какое пространство имен и сейчас видите вот он нагенерил мой клиент установить вот мой клиент у него даже интерфейс есть здесь у меня идет как видите конструктор с ури то есть я могу сгенерировать на какой-то один ури потом использовать другой проблема он использует http client то есть можно свой хендлер туда пробрасывать если надо и вот мои методы которые он нашел в этом свагере он здесь загенерил которые уже являются асинхронными и полностью обращается на этот этап и возвращает какой-то конкретный результат такой момент чтобы вот это все хорошо сгенерировалось свагер должен соответствовать некоторому стандарту которым есть чтобы он соответствовал как мы об этом узнаем то есть если я возьму например у меня есть мой сервис значит это сервис такой типа peer-to-peer такси в Бутане прогрузится у меня в нем тоже сделан свагер то есть все вот это что я вам показывал я проверял на этом сервисе значит там у меня свагер он немножко кривой покажу как это узнать о о о о спробуем так прогружается значит что мне нужно вот у меня на свагер айо есть tools и тут есть свагер эдитар этот свагер эдитар можно онлайн можно скачать я воспользуюсь онлайн так о что там начинает прогружаться мне нужен всего лишь вот этот урл на мой свагер так депутат тоже немножко металла здесь о прогрузился супер значит есть вот менюшка файл ага еще не прогрузилась выбор здесь вот файл импорт урл я ему даю сюда урл окей он у меня как видите прогрузил мой урл и здесь указал что у меня есть некоторые проблемы и вот пока эти проблемы не порешаю то у меня клиент не изъявится поэтому вот как минимум для этого свагер эдитар можно применять если вы даже используете имплементацию ферс подход для того чтобы вы точно удостоверились что ваш свагер соответствует той схеме которая для него прописана того мы посмотрели то как сделать легкие успешные употребления понятные апи которые не ломаются и с которыми легко стартовать согласитесь это очень круто что не прилагая слишком много усилий мы можем получить конкретный результат и пользоваться нашим апи предоставить его нашим клиентам значит и еще один момент есть уже шаблон который использует осмед API versioning и swashbuck он называется осмед boilerplate если вы уже пробовали .NET new то вы можете установить туда набор шаблонов в апи и в нем есть ключи с помощью которых вы можете себе собрать уже готовый проект под API в котором будут те функции которые нужны соответствую я вам рекомендую его попробовать если вы хотите уже создать свою API с нуля это очень удобно потому что не надо ковыряться в коде у вас уже будет все собрано готовое есть расширение для visual studio которое позволяет создать astnet сайт единственное что он собирается с галпом автор собирается это переделать если вы хотите помочь можете ему помочь это очень хороший шаблон потому что он оптимизирован под SEO под security там есть такой классный чек-лист который можно пройти для того чтобы удостовериться что ваш сайт полностью защищен от разных там угроз и стандартам по скорости по безопасности и тому подобное на этом у меня все спасибо что вы смотрели слышали то что я показывал рассказывал можете подключаться спрашивать если хотите что-то узнать буду рад ответить спасибо большое ты показывал все для спд.нет корр но вот эти все вещи они же также работают и для обычного спд.нет mvc да конечно и тот же и вершининг и свошбакл они работают для классического спнета причем тот же вершининг еще и для удейта работает супер и вы можете если вы хотите посмотреть те которые я вам показывал то они лежат у меня на гитхабе в репозитории fvds хорошо спасибо большое кого-нибудь вопросы есть задавайте не стеснялись походу вопросов это нет но если что будут это задавать так ну хорошо вы видите мои контакты если что пишите а не есть вот иван да слушаю алло меня чути да слышно так чу извините замутывал микрофон питание так self-hosted web api schwager под всю штуку я кілька дней мучился мне таки не удалось запустить schwager под self-hosted че хтось пробовал может self-hosted это classic или на коре classic как оно вообще работает взгляд взятый самый той стандартный самый баз не Ovin а еще попередняя версия там self-hosted api server и стартует как сервис виндовозный сервис ну может как консольная аппликация стартует он выдаёт api нормально працюет schwager можно до него подключиться но schwager в упорном баче джейсона я пробовал цей schwager bucklach как он называется шо там шва то есть используется стандарль ну классик ну получается классик вебапи который хостится в сервисе и подключен к ваш buckl да да я же пробовал с schwager без него и так и всяк ну никак schwager еще как стартует но он не бачит конфиг ничего не бачит каже бы сейчас у джейсона нема то есть ага ну значит там где-то проблема наверно с точкой вот этой возвращающей джейсон то есть значит не возвращается почему-то вот как раз может кто-то честно не сталкивался с таким но раз UI запускается то тогда скорее всего вот только проблема с тем чтобы вернуть этот джейсон из точки для джейсона интернету перерыв люди мают те самі проблемы никто не знает как это сделать а там на этом репозитории issue есть такое ой если не не знаю не смотрелся лучше там посмотреть может кто-то уже это исправил или какой-то workaround сделал скорее всего должно быть issue потому что там много issue именно в классическом окей